Всем привет! С вами как всегда ваш покорный слуга. Сегодня мы с вами поговорим о очень интересных вещах. Некоторые из них нас как всегда разочаруют. Оказалось, что маркетологи нас снова всех поимели. А именно 3090 оказалось не такой уж и мощной, как все ожидали. Не знаю я там какие тесты делают наши друзья из NVIDIA, но оказалось, что 3090 в базовой версии всего лишь мощнее 3080 в 4К на 10%. А уже версия Тасоса с оверклоком чуть-чуть выше на 18%. Честно не могу сказать кому будет нужна наша дорогая во всех смыслах 3090, но как по мне долгожданный флагман себя не оправдал. Вижу я ее только у гипербуржуев, живущие себе на собственных островах с яхтами и шлюхами, и играющие на своих 8К мониторах, которые в свою очередь стоят несколько раз дороже самой 3090. Как по мне это всего лишь понты. Разница между 4К и 8К геймингу человеческому глазу будет трудно отличить. Мы доходим до границы физического восприятия. Но стой! Она также для работы с 3D графикой, не так ли? А об этом чуть-чуть попозже. Весит примерно аж полтора килограмма. И кушает наша красавица 350 ватт, версия от NVIDIA. А от Asus в оверглоке доходит аж до 410. Температуры невысокие. Не доходили до отметки 80 градусов. Вообще, как там доходить до 80 градусов? Вы видели, б***ь, радиатор? Там две трети карты, это сплошной брусок алюминия. У меня и то в машине меньше. Ладно, шучу. У меня вообще нет машины, я бедный. А теперь самое интересное. Похоже, что 3090 сама по себе не будет версии для работы с графическими приложениями. Наподобие видеокарт Титан и Куадры, как мы все ожидали. Так как тендерных ядер с работой с 3D графикой и для улучения искусственного интеллекта в 3090 намного меньше, чем у той же самой Титан. Поэтому ходят слухи, что нам скоро представят новые Титан или Куадры для профессиональных задач. Но это не точно. Но как по мне, это имеет место быть. Возможно, нам их представят с новыми картами 3060 и версиями TI для нынешних решений. Будем следить. Эти карты должны быть серьезны по всем параметрам. Особенно по цене. Ха-ха-ха. Переходим к нашим дорогим AMD. Они собираются ответить Nvidia будущими видеокартами на архитектуре NRNA 2. Пока что только есть рендеры и предполагаемые будущие модели. 6700XT, 6800XT и 6900XT. А также могут быть и обычные 6700, 6800 и 6900 без приставки XT. Слухи говорят, что топовая модель от красных будет конкурировать с недавней вышедшей 3090. Но как по мне, слухи слухами. А еще надо рассчитывать на этих наивных маркетологах. А то получится как с Nvidia. И снова всем геймерским сообществом будем сидеть в углу и плакать. AMD еще трудно дотянуться до технологии Nvidia. Топовая модель будет конкурировать разве что с 3080. И то может быть разница в производительности примерно на 10% ниже. Ну и сама будет стоить в порядке 150-200 баксов дешевле. Примерно как обычно они это и делают. Впрочем, будем видеть. Так как презентация новых видеокарт состоится 28 октября. Подпишись, бро, чтобы не пропустить видосик с разбором. Ну и закончим мы это видео на хорошей ноте. С истории о наших обожаемых спекулянтах. Если ты не знаешь о чем идет речь, то кликни на нотацию, чтобы посмотреть видео о том, как наши друзья сделали так, что все магазины мира остались без RTX 3080. Спустя неделю официально вышло заявление, что в магазинах 2 октября снова появится сток. И каждый желающий сможет купить себе наконец-то RTX 3080. Всем рекомендую зайти на ebay и посмотреть картонные RTX 3080 за 100 баксов. Ну а вот видео подошло к концу. Кто-то смотрел до конца, тот молодец. Теперь твой ход, мой юный падаван. Подпишись и поставь лайк. Увидимся очень скоро. Если эти долбанные китаец из Алиэкспресса пришлют, наконец мне посылку. Пятнадцатый день, что же, блядь.